Всем привет, вы на канале Фоп, и сегодня я расскажу вам про самую маленькую лягушку в мире, но я перед началом ролика хотел бы спросить вас, ставить лайк и подписаться на канал. Ну что ж, я начинаю. Длина лягушек, получивших латинское название поэдафрин амаинсис, составляет всего около барабанная дробь. 7 миллиметров! Наверное, вы все знаете, сколько миллиметров в одном сантиметре. А именно 10 миллиметров. Так вот, эта лягушка всего на 3 миллиметра, меньше 1 сантиметра. Ну вы представляете, насколько это мало. И даже по фотографии это будет. Их можно назвать самыми маленькими позвоночными. В эту широкую группу животных входят великопитающие птицы, рыбы и амфибии. Кроме того, обнаружен другой родственный им вид лягушек под названием поэдафрин свифтеру. Размер его представителей несколько больше. Ученые, представившие результаты своих исследований в журнале PLOS ONE, предполагают, что необычно маленький размер лягушек их средой обитания. Они живут в листовой подстилке лесов Папуа Новой Агвинеи. Найти крошечных животных было довольно трудно. Они маскируются под опавшие листья, а их кваканье напоминают звуки, которые обычно издают насекомые. В лесах Новой Агвинеи по ночам очень шумно. Мы пытались записать кваканье лягушек в лесу. И тут нам стало интересно, что это за другие звуки. Рассказывает глава исследовательной группы Крис Остин из Американского университета Луизианы. Так что мы выяснили, откуда эти звуки исходят и начали искать листовой подстилки. Дело было ночью, а эти существа невероятно малы. Так что после нескольких неудачных попыток мы попросту брали охапки листьев и бросали их в чистый пластиковый мешок. Продолжает ученый. И тогда мы увидели, как там скачут невероятно крошечные лягушки. Как я вам уже говорю, их размер всего 7 мм. Вид педофрин был обнаружен недавно, и в него входит несколько разновидностей маленьких животных, обитающих в восточных лесах Пуановой Агвинеи. Они живут в относительно толстой листовой подстилке тропических лесов в нижних частях острова и питаются мельчайшими насекомыми, которые обычно намного меньше насекомых, ходящих в рацион лягушек, объясняет Остин. И ими, вероятно, питается большее количество позвоночных, размер которых обычно намного меньше тех насекомых, которые едят лягушки. В число таких хищников, по всей вероятности, входят скорпионы. Интересно, что в других регионах Земли с влажным и толстым слоем листовой подстилки также обитают мелкие разновидности лягушек. До того, как ученые обнаружили паидафрин амаинси, звание самых маленьких лягушек в мире принадлежало до лапам жабок. Вот сейчас, главное, чтобы только язык не сломать, Брачи Кепхаус Дидактулус и их кубинским родственникам немного большего размера из вида Эстрада Эдхэдгейс. Длина этих видов лягушек составляет менее 1 сантиметра. Самыми маленькими представителями тип позвоночных ранее были рыбок. Размер взрослых особей рыбок Паэда Киприс Продельня Птика, обитающих в анодезийских болотах, составляет около 7,9 до 10,3 мм. Это тоже очень и очень мало. Русские особи вида Пхотокоринус спинникепс вообще не вырастают больше, чем около 6 мм. Однако они проводят всю жизнь, привлепивших к намного большим самкам размером 50 мм. Поэтому можно спорить с их правом на участие в состязании за звание самого маленького позвоночника. Размер взрослых поэда Фринс Амаинсис в среднем составляет 7,7 мм. Поэтому авторы открытия убеждены в том, что корона миниатюрности должна принадлежать именно им. Малоизученные иголки Папуа, Новой Гвинеи и Мадагаскара относят к регионам, где ученые пытаются искать неизвестных представителей отряда анфибий. Мой ролик подошел к концу. Прошу всех подписаться на канал, поставить большой палец вверх, ну и на колокольчик не забудьте нажать, если вы будете подписаны. Так вы не будете пропускать новые видео. Ну, ладно. Всем хорошего дня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok